полезный город здравствуйте у микрофона ольга болезина и у меня в гостях сегодня представители управляющей компании мегаполис учредитель юлия протасова здравствуйте и заместители евгений заместители директора евгений карачёв артём капитанов здравствуйте здравствуйте говорим о вечной наверное теме в сфере жкх недобросовестность и обман буквально вот недавно появились новости в очередной раз что некая компания с красивым названием рассылает листовки по квартирам предлагая поменять не предлагая сообщаю что пора и нужно поменять счетчики на воду люди платят по 5 тысяч рублей несмотря на то что и не сроки не подошли вообще в 2020 году не сверка там этих щечков не проводится из-за коронавируса вот люди очень легковерные хотя вроде считается что мы россияне друг другу не очень-то доверяем вашей управляющей компании тоже пришлось столкнуться с чем-то подобным не в плане того что да какие-то там мошенники ходили по людям а в отношении вас неизвестные распространяют информацию о том что компания банкрот расскажите поподробнее что происходит давно ли это началось и часто ли вообще в сфере жкх приходится еще и с этим сталкиваться да на самом деле в сфере жкх это происходит часто скажем так это недобросовестные конкуренты как правило мы со своей стороны у нас есть золото правило мы никогда не комментируем другие управляющие компании их работу но к сожалению они прибегают таким методом раскидывают листовки пишут что управляющая компания банкрот на самом деле мы всегда открытые жителям сообщаем что любой из собственников может позвонить нам уточнить информацию зайти на сайт на сайт арбитражного суда там все будет видно что управляющая компания не банкрот и соответственно можно дальше жить спокойно и ни о чем не переживать очень часто пишут что покупают старших по домам живой пример недавно разместили листовки что старшая по дому милая добрая женщина она мошенница специально перевела дом получает откаты она была вынуждена написать заявление в полицию не знаю чем дело закончится опять же это конкуренты а люди верят вот в это это какими-то объявлениями на домах распространяется ли основная часть населения верит которые не понимают не разбираются мы знаем что в этом доме живет она она наш председатель написали путь будет так разбираться никто не будет просто написать какое-то заявление объявление типа потому что не добросовестная борьба завтра прийти во двор и сказать уважаемые собственники посмотрите ваш председатель увела вас в какую-то управляшку они мошенники мы добавили что они банкрот и давайте подумаем переходить в другую и соответственно дальше по незнанию жители подписывают бумаги под сменой совета дом а на самом деле они подписали документы переходе в другую управляющую компанию то есть еще и такое есть есть подложить не те документы на подпись когда приходят бабушки да даже я будучи сотрудником управляющей компании мне не всегда есть свободное время читать читать документы с которыми мне пришли к вам прибежали девушка председатель устала давайте поменяем себе думу да дай бог чтобы наш дом жил и процветал что кто-то что-то в нем делал согласны возможно невозможно да 99 процентов так и есть она кого поменять потому что ведь чаще всего там и так какие-то иванова мария петровна она живет в 45 квартире она недавно переехала хочет приводить дом в порядок все вы не знаете каждого соседа и вы согласны почти я бы вот лично наверное нет я помню тут недавно ну как недавно год назад приходили тоже сотрудники управляющей компании просили подписаться под переходом на прямые договоры как и не пытала эту женщину сотрудницу управляющей компанией что мне лично это даст вообще ну не знаю почему это должна делать все сводилось к тому что дом перестанет копить долги и там что-то такое какие-то очень эмоциональное явление станет копить долгия перестанет копить долги управляющая и на эти деньги которые она сэкономит она будет выполнять работы которые необходимо упунать на самом деле вот с этими объявлениями с этими бумажками очень интересная история мы презр стали верить красивым глянца бумажкам которые нам вывешивают какие-то конторы но мы почему-то верим безграмотным написанным от руки на каких-то газетных вырезках и тому подоб jotka и И вот на этом и работают. Вывешивают объявления вроде как от какого-то собственника, который недоволен работой совета дома, недоволен работой существующей управляющей компании. И вот этой бумажке люди верят. Причем самое интересное, таких компаний в городе, а у нас ведь много управляющих компаний. Выбор большой, и красный, и белый, и мягкий, и пушистый. Таких управляющих компаний немного, которые они честно себя ведут неправильно. Но они, знаете, как ложка дегтя бочки меда. Как раз из-за таких компаний в обществе такое негативное отношение к управляющей компании и в сфере ЖКХ вообще. Есть ли рецепты вообще? Что с этим можно делать? Как вы противостоите тем, кто пытается бороться с вами, пытается, я не знаю, водить дома, сеять склоки? На самом деле рецепт-то очень прост. Тесное взаимодействие. На уровне вытянутой руки, Евгений Сергеевич всегда применяет эту фразу, тесное взаимодействие с советом дома и председателем многохвартирного дома. Мы не можем играть в одни ворота. Есть совет, есть председатель, все вопросы решаются только с ними. В каждом доме есть недовольный житель. Это везде. Это в принципе в любой сфере. Хоть кто-то чем-то недоволен. Угодить всем невозможно. Ты накопил долги, на вас подали в суд, все. Управляющая компания уже плохая, потому что мы подали в суд. А до этого он жил спокойно. Вчера как раз-таки случилась такая ситуация. Все было хорошо, замечательно. Мужчина-руководитель одной из структур в городе. У него небольшая задолженность. Естественно, мы подаем в суд. И вот вчера он в телефон говорит, вы подали на меня в суд, я буду поднимать вопрос о смене управляющей компании. Но мы же оплачиваем этой структуре его услуги. Мы такие же люди. Мы пользуемся связью, мы пользуемся электроэнергией. Всем-всем. А какие-то разумные доводы в таком разговоре? Никаких. Никаких. А с вашей стороны? Ну, это просто не работает? Не работает. И человек уже четко, когда звонит в управляющую компанию, если он хочет ругаться, он ругается. А есть такое понятие, потребительский экстремизм или терроризм, да? Вот это в вашей сфере тоже существует? Существует. Он, наверное, для ЖКХ придумал. Евгений, вот вы улыбаетесь. Это прямо что-то, какое-то больное место? Ну да, это больное место, потому что потребители, они чаще экстремисты. По отношению к управляющей компании, в образ управляющей компании, к сожалению, образ управляющей компании, это всегда не чистый на руку предприниматель. Ни разу никто не сказал, что ЖКХ это хорошо. Никто. Ни власть, ни людей. Сложно с этим поспорить именно вот на уровне ощущений. То есть никто не приходит, да, не смотрит в бухгалтерию, там еще что-то. Как раз все пытаются посмотреть. Никто ничего не понимает, но все пытаются посмотреть, сказать, что умнее, лучше, профессиональней. Никогда никто не разбирается. Почему и близко, когда совет дома, когда ты с ними в диалоге, а не монолог получается, когда ты стучишься в закрытую дверь. Когда дверь никто не открывает, то есть дом ничего не получит. Если совет дома не слышит или не хочет слышать, то тогда у управляющей компании связаны руки. А если идет просто реально, что вы мне должны, то у нас есть свои права. У нас есть и обязанности, но у нас есть и права. Они закреплены у нас. Поэтому мы за свои права-то точно будем бороться. Поэтому, когда идет отношение потребительское от людей к управляющей компании, мы с этим вынуждены и будем бороться. И мы будем всегда настраивать диалог, потому что без диалога не будет хорошей работы. А как вообще существует одновременно непонимание многих процессов людьми простыми, которые с головой не погружены в сферу ЖКХ, и их потребительское отношение? Они знают вообще, чего требуют? Или это просто какие-то эмоциональные выбросы? Чаще всего потребительское складывается из общепринятого. Бывают СМИ, раздувают яркие вывески, красивые какие-то лозунги, что под ними скрывается. Никто ведь этого не читает. Чаще всего ведь, что вы меня учите, я смотрю центральные каналы. Первый канал, все, притча во языцах. Если сказали по первому каналу, значит, так и должно быть. Никто ведь не разбирается, какая норма права под этим стоит, что должна управляющая компания, как она должна вести себя в этой ситуации. Просто в новостях за кружкой чая перед выходом на работу человек услышал, что ему должны что-то. Все, дальше он не разбирается. А если он еще на каком-то уровне, то есть он в социальной лестнице стоит не простой рабочий, а, например, начальник, он приходит на работу, что он делает? Так, короче, выясните, позвоните, я, вот мне должны, управляющая компания. И все. И начинается, как вот Юлия Игоревна сказала пять минут назад, то есть руководитель какого-то уровня оказался недоволен тем, что он не платит за услуги ЖКХ. Вот суть-то. Ну, вообще звучит парадоксально. Ну, если разобраться, это так. Это так. Он недоволен тем, что он не платит. И отсюда возникает вот этот конфликт, и мы всегда стараемся его сгладить. Не всегда получается, потому что иногда эмоции зашкаливают. Как у людей, так и у нас. Управляющая компания Мегаполис с 2014 года на рынке у вас домов сейчас сколько в управлении? 101. 101. То есть на сайте актуальная информация. Да, за 2019 год к нам перешло 25 домов. А сами приходят все-таки? Да, принцип работы простой. Жители приходят сами, никого мы не ищем. Мы стараемся показывать свою работу качеством. Сарафанное радио. Мы никогда не вешаем листовки. Пожалуйста, приходите к нам, мы вас ждем. Исключительно сарафанное радио. Можем, стараемся. О чем рассказывают жильцы, когда приходят к вам и говорят, что мы хотим под ваши крыла теперь? Все плохо. Они говорят, что все плохо, наша управляющая компания нас не слышит. Вот я считаю, что самая главная проблема это нет контакта. Отсутствие контакта управляющей компании и собственника. То есть они приходят, не с кем поговорить. Их не слышат. Или идите. Мне нужно заменить лампочку. А войдите в этот кабинет. Заходят в этот кабинет. Пожалуйста, пройдите в этот. Нет, не сюда. Зайдите еще туда. Жителям нужно что? Все в одном месте. Чтобы меня приняли. Не важно, кто это будет. Директор, заместитель, мастер. Без разницы, кто будет сидеть на месте. Самое главное, чтобы заявка была принята. Для этого у нас всегда в офисе и на телефоне 24 часа диспетчер, который принимает абсолютно все заявки. Не важно, что бы ни происходило. В любом случае, жителям нужна обратная связь. Они не требуют чего-то сверхъестественного. Они не просят посыпать золотом их дома. Нам нужно, чтобы у нас горел свет. Нам нужно, чтобы у нас не пахло канализации, не было утечек в подвале. Чтобы была чистая придомовая территория, помыты полы в подъезде. Все. На самом деле, если прям глубоко вникать, вот эта вся огромная машина, она строится на это. Тесное взаимодействие и выполнение вот этих мелочей. Им больше ничего не нужно. Ну, естественно, я не говорю о том, что мы не должны их ремонтировать. Мы их ремонтируем. То есть минимум мы им даем, а дальше все идет с советом дома тесное взаимодействие. Мы осматриваем дом, видим, что у нас развалилось крыльцо, бежит крыша, и начинаем ремонтировать. Все. Мы с ними разговариваем. Как правило, лично мой сотовый телефон, если мне кажется, у каждого второго жителя. Я всегда отвечаю на телефон. Это самое главное, это основа. Пишут иногда, куда поставить лопату в подвале вечером. Я отвечаю. Я отвечаю, и им это нужно. Как только, я всегда говорю, как только мы потеряем связь с собственниками, мы потеряем работу. Они не будут нас слушать, они не будут нам верить. Мы не пытаемся их обмануть. Мы почему и не ввели приемные часы? Пожалуйста, приходите в любое время. Кто-то отпросился с работы, кто-то подменился на работе. Пожалуйста, приходите. Соответственно, не смогли прийти, общаемся в телефоне, куча социальных сетей, везде. Мы сделали работу в подвале, я старшему скидываю фотографию. Было до, стало после. Завтра собрание, Алеша спрашивает, а вы ничего не делали? Вот тут начинает работать совет дома. Совет дома, председатель, который говорит, ребята, это не так. Мы работали, но вы не видели. Это все происходит в подвале. На самом деле, очень много работ, которые не видят. Красота это делается в последнюю очередь. Сначала у нас, чтобы в подвале ничего не бежало, дальше уже выходим на улицу, что-то делаем, какую-то красоту. Ну, кстати, да, это важная вещь, показывать людям то, что они там даже просто по объективным причинам не могут увидеть, чтобы они не считали, что ничего не происходит. Есть председатели, которые не могут зайти в подвал и не бояться. Кто-то боится, кому-то не хочется, кто-то очень брезгливый, поэтому только так, показывать фотографии. А как вы к этому пришли? И вот там, когда вы начинали, в 2014 году, у вас уже было понимание, что нужны эти контакты или это был путь ошибок? Это жизненный опыт. Да, на самом деле, это жизненный опыт. Мы в коммуналке-то не с 2014 года, а каждый из нас. То есть мы давно. Я вот с 2007 года в коммунальной сфере. Это действительно очень интересно. Очень много происходит изменений. Что-то меняется, что-то добавляется. Появляются раньше, если было управляющих компаний, всего три. Потом 21, потом 27. Сегодня более 100. Сегодня более 100, и каждый пытается тянуть на себя одеяло. Но здесь мы не спорим и не пытаемся доказать им что-то. То есть мы работаем. Мы доказываем своим жителям, что мы можем и что мы умеем. И можем содержать ваш дом в надлежащем удовлетворительном состоянии. Все. А если у жителей не верят, им не нравится, что бы мы ни делали, они в любом случае примут это решение. Проблема масштабирования существует в сфере ЖКХ. На самом деле, возможность разговаривать с каждым собственником на «ты» есть у маленьких либо средних организаций. Там 50-100 домов. Как только руководитель компании перестает вспоминать, какой же у него дом все-таки есть, а какого у него дома нет, сколько бы у него сотрудников не было, вот такого отношения к собственникам уже не будет никогда. И вот появление многих-многих компаний из трех существующих ранее, это как раз процесс эволюции. Потому что чем больше конкуренция, чем больше компаний хороших и разных, тем в конечном итоге для собственников лучше. Потому что качество обслуживания улучшается, качество управления улучшается, и отношение к людям становится человеческим отношением. То есть вот мы знаем каждого своего председателя в лицо. Они у меня записаны себе на телефоне даже с днем рождения всех поздравляю. А если крупная компания, 300-400 домов, некоторые даже не знают, а где у нас такой дом-то, где он стоит? Что это за дом такой, по какому адресу? Ну, такие вот проблемы. Часто приходится слышать мысль, что наоборот проще все в одни руки собрать, и это будет более управляемо со стороны городской администрации. Например, то есть если будет одна крупная компания, будет за все отвечать, будет там один начальник, с которого город будет за все спрашивать. Ну, вот получается, что все-таки пусть будет много цветов разных. Для власти проще, когда спрашивается одного. То есть для администрации города, конечно, проще контролировать кого-то одного. Для людей? Но для людей получается проще, чтобы управляющая компания была ближе к ним. Людям важно знать, что они кому-то нужны. А власти важно контролировать процесс. Это разные точки зрения. Вот и все. Никогда не будет власти интересной, когда будет много управляющих компаний. И так же точно никогда не будет хорошо людям, когда будет одна управляющая компания. И каждый по-своему прав. И каждый будет по-своему свою точку зрения отстаивать. Вот и все. Но в этом и прелесть конкурентной борьбы рынка. То есть рынок диктует такие условия. Есть спрос и есть предложение. Если со стороны людей есть спрос, соответственно, появляется предложение. Количество управляющих компаний растет, и управляющие компании стараются быть ближе, более оперативно решать вопросы. и они меняются. У нас, да, больше сотни управляющих компаний, недобросовестных, вы сказали, ну, там, единицы, да. Что бы вы могли назвать в качестве критериев, вот чтобы простой человек мог там как-то понять, если он хочет, ну, если чувствует, что действительно все плохо, а не то, что он должен кому-то, должен за ЖКХ, и поэтому пора менять управляющую компанию, да. Каким образом ориентироваться вообще в этой сфере? вот, ну, просто людям? Пользоваться какими-то, не знаю, там, рейтингами, устаревшими на сайте МинжКХ, например? Нет, на самом деле при выборе управляющей компании я считаю, что нужно все-таки исходить от мнения жильцов. Сарафанное радио? Я как руководитель могу прийти рассказать о себе все, что угодно, какая я замечательная и хорошая, правильно? Я не могу себе сказать, что я плохая, я не могу сказать, что управляющая компания такая-то, не ходите к ней, она плохая. У каждой управляющей компании есть сайт, на сайте есть список домов, я всем говорю, когда провожу собрание, пожалуйста, заходите, вокруг вашего дома такой-то, такой-то, такой-то дом, идите. В каждом доме прикреплен протокол, где есть председатель дома. Все доступно. У нас сегодня все доступно в принципе у всех, пожалуйста, идите разговаривайте. Как правило, люди ведь так и делают. Они для себя определяют круг из 10 управляющих компаний и начинают спрашивать, пришли на этот дом, как они вам? Пришли на другой дом, как они вам? Из этого и выбирают. Смотреть по тарифам, тут меньше, тут больше. В любом случае, если я захочу, чтобы пошел ко мне дом, как делают другие управляющие компании, я буду ставить тариф ниже, но это неправильно. Есть опыт. Мы, когда берем дом в управление, мы всегда его осматриваем. Подвал, чердак, подъезды, внешний вид, территория, мы все просматриваем. И исходя из этого, мы считаем тариф, опять же, из опыта. Если здесь нужно вкладываться, и нужен нам с вами тариф 19 рублей, мы не дадим вам 16. Пусть вам дает кто-то 16, но мы не сможем вам дать, потому что нам завтра смотреть в глаза, и вы с нас будете спрашивать, почему дворник не прибирается. Вы же попросили тариф поменьше, поставили ему зарплату тысячу. Никто не пойдет работать за тысячу. Соответственно, исходя из этого, и будет вкладываться тариф. Что мы хотим? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, я всегда это говорю. Вы вообще, конечно, сейчас предлагаете такую вещь, куда нужно двигаться, и чего мы до сих пор не умеем, это вот общение. Общение. Горизонтальное между людьми. Не только, с управляющей компанией, просто с соседними. Просто с людьми. Это очень просто, это действительно просто, у нас есть люди, они рассказывают. У нас науков таких почти уже нет. Вы приходите в отбор, чисто, уже плюс управляющей компании, которую вы хотите выбрать, которая у вас-то в голове отложилась, что может быть мы перейдем к ней. Заходите в подъезд, еще и подъезды отремонтированы, сделаны крылечки, ничем не пахнет, замечательно. И тут же уже начинаете разговаривать с жителями. Это ведь действительно очень просто. А когда вы выбираете управляющую компанию, потому что у нее низкий тариф, не будет ничего у вас хорошего. Но она просто не справится. Что бы она ни говорила, не справится. У нас вот ситуация, да, сегодня утром пришли на работу, у нас с 1 августа включают дом в лицензию. Кто-то из умников просто пролетел на машине и снес подпорную стенку. Представляете? Это что за стенка? Во дворе подпорная стена. Ну, он есть фотография. Из бетонных блоков огромная подпорная стена. Сегодня решается вопрос о включении дома в нашу лицензию. Все, беда. А если бы я поставила тариф 12 рублей, что бы я стала делать? Сегодня уже придется им помогать. И поверьте мне... Это что-то вроде забора, да? Это подпорная стенка, которая держит лестницу. Она сложена из фундаментных блоков, и они по этой лестнице выходят на улицу. Двор тупиковый. И какой-то умник ночью просто на машине снес ее. И лестница пришла в непотребный вид. И поверьте мне, никто не будет бороться за этот дом. Он сейчас никому не нужен. Туда надо вкладываться. Только исключительно отзывы, общение с жителями. А данные о долгах управляющей компании? Потому что ресурсоснабжающие компании часто публикуют какие-то рейтинги злостных, либо неплательщиков, либо наоборот топ самых дисциплинированных. Ну, у нас все дома на прямых расчетах. У нас нет никаких долгов перед ресурсниками. Прямые договоры. В 2016 году мы приняли решение о переводе домов. Тогда еще были прямые расчеты. С 2019 года прямые договоры. Жители напрямую платят за воду, свет, отопление. Почему мы это сделали? Потому что копятся долги. Жители их копят, они не платят. Управляющая компания волей-неволей со временем становится банкротом. Ресурсники взыскивают. Но мы не брали ваши деньги. Нам их даже не дали, чтобы вам перечислить. Поэтому множество управляющих компаний уходит на прямые договоры. рейтинги по долгам мы уже практически исключаем для ориентиров. А что еще? Кроме тарифа, наверное, которым мы поинтересуемся. Тарифом вы в любом случае будете интересоваться. Вы должны понимать, за что вы будете платить. Мне кажется, при выборе новой управляющей компании интересно было бы зайти в саму управляющую компанию. Какой у них офис? Какие в этом офисе работают люди? Как они вас встречают? Разговаривают ли они с вами? Или просто перенаправляют 10 раз из кабинета в кабинет пытаясь найти нужного сотрудника? Вежливые ли они? Рады ли они в инополицию? Видно? Рад человек вашему приходу? Или он думает, господи боже, опять кто-то ходит к ним? Ой, стереотип вот эта вот вторая женщина чаще. Управляющая компания, как и вся сфера ЖКХ, постепенно становится клиентоориентированной. Какими нас бы не считали костными? Вот как раз вот этот стереотип становится клиентоориентированной. И многие управляющие компании, в том числе и наши, поворачиваются к людям лицом. Потому что человек приходит со своей проблемой. У него проблемы, и он не знает, как ее решить. Может, у него авария какая-то случилась. Может быть, случились какие-то проблемы с документацией, которые он просто не знает больше, где найти ответ на свой вопрос. Он приходит в управляющую компанию, если управляющая компания пытается эту проблему решить и решает эту проблему, то это хорошая управляющая компания. А если эта управляющая компания говорит, кто будет такой, вообще не в нашем управлении, мы вас не знаем. и даже если в нашем управлении денег нет, вы держитесь, то это плохая управляющая компания. Вот, наверное, это самый правильный способ определения хорошей управляющей компании. Прийти и посмотреть. А вот сейчас еще ходить-то многим лень. Вы уже, Юлия, сказали, что телефон ваш есть у всех. Чем вы еще пользуетесь для того, чтобы быть поближе к людям? Как вам можно написать? И куда вы еще в этом направлении будете? Двигаться к доступности для людей? На самом деле, жители пишут на электронную почту, звонят по телефону, есть группа ВКонтакте, но на летний сезон мы ее временно закрыли, потому что идет сезон отпусков. Она есть, мы публикуем новости, мы закрыли ее от комментариев. Действительно, такой идет сейчас масштабный рабочий процесс, очень много домов пришло, безумное количество ремонтов, мы стараемся выполнить все свои обещания. Один сотрудник в отпуске, второй тоже в отпуске, мы не успеваем всегда вовремя отвечать, а жители не понимают, что группа ВКонтакте, она больше информационная. Они иногда пишут, у меня топит квартиру, я не заходила сегодня в ВКонтакте, мне было некогда, поэтому мы ее закрыли, и кто-то пишет в личку. Я объясняю жителям, что вот такая ситуация, мы действительно закрыли ее. В основном звонят по телефону, кто-то пишет в WhatsApp, кто-то в Viber, где угодно, очень часто личное сообщение ВКонтакте. Я в свое время пыталась закрыть страницу. Юлия Игоревна, что вы сделали? Откройте, откройте, пожалуйста, нам надо общаться. Вот таким образом общаемся. А есть какие-то идеи, как еще повышать свою открытость вот именно там в интернете? Я считаю, что на сегодняшний день мы открыты на 100%. На 100%. Каждый сотрудник, который находится в офисе, он отвечает на сотовый телефон, он переписывается в Viber. У нас действительно огромная команда, которая понимает друг друга, которая дополняет друг друга. Без этого вообще никуда. То есть я думаю, что мы не вышли бы на такой уровень, на такое количество домов, если бы не огромная наша команда. Мы одна и огромная семья. Мы действительно одна огромная семья. Мы не то, что доброе утро, Артем Викторович, Евгений Сергеевич, да, мы пришли, здорово. Все, все общаются так, мы вместе ездим отдыхать три раза в год. Мы где-то расслабляемся. Не то, что там уехали, все упали, а просто отдыхаем. Это нужно в нашей сфере. Здесь вот я всегда говорю, знаете, кнут и пряник. Именно так. Да, мы можем ругать, но здесь должен быть противовес. Очень тяжелая, безумно тяжелая сфера, психологически, морально тяжелая. Вот по поводу отдыха и многочисленных вот этих вот каналов коммуникации, где ты должен по долгу работы просто, да, отвечать всем, наверное, у людей, ваших сотрудников бывает запрос на какой-то там цифровой детокс или что-то такое, потому что, ну, невозможно все равно постоянно быть доброжелательным, когда вот чаще всего уже звонят с проблемами, это там стресс, ты вынужден это решать. Мы ведь не святые, то есть сейчас сложится впечатление, что мы там просто идеальные, мы там полубоги, нет, мы обычные люди, мы тоже кричим, мы тоже кричим, я могу просто чуть-чуть повысить голос, человек будет, а что вы на меня кричите? Ну, все, то есть тут это есть, все равно есть, есть нервные срывы, там, кто-то устает, не выдерживает, все равно бывает, люди ведь и болеют, и в семье какие-то сложности бывают, и настроение бывает, не очень, не надо думать, что там все идеально, все проходит прямо, нет, все бывает, просто нет неразрешимых вопросов, даже когда мы, ну, не все в наших силах, реально, управляющая компания не может за всех отвечать, за все и за всех, но если в доме нет тепла, это не из-за того, что мы плохие, а из-за того, что ресурс не поддается, вы ближе всех, поэтому, мы ближе всех, потому достается-то нам, если там что-то случилось, все равно достанется нам, неважно, виноваты мы, невиноваты, поэтому происходит все равно, и срывы бывают, и все бывает, но люди тоже, когда выплеснут негатив, они ведь тоже понимают, что мы стараемся, мы стараемся, мы ведь можем там как-то и поддержать, где-то и пошутить, и все. А вам приходится извиняться перед кем-то? Да каждый день, каждый день приходится извиняться ежедневно, представляете, как я это не люблю, я перед мамой не извиняюсь, а тут я каждый день должен расплываться в улыбке, говорить, простите, пожалуйста, вот такое вот я недопонял вас. Да, действительно бывает, у всех сотрудников бывают срывы, нет ни одного, кого бы это обошло, диспетчера, мы же все это видим снаружи, внутри, у некоторых бывает, вот поговорит по телефону, просто сидит, плачет, позвонили, нет горячей воды, у нас в городе идет опрессовка, идут какие-то ремонтные работы, проводит КТК, виновата управляющая компания, они сидят бедные, просто катятся слезы, ее только что таким благим матом покрыли, она не виновата в этом, и люди не хотят слышать, они отвечают просто мы вам платим, вы живете за наш счет. Третьего не дано, здесь просто терпение, я говорю, и всей вот этой команде, это прям вот при жизни можно ставить памятник за терпение, молодцы, не каждый сможет сидеть и справляться с этой работой, не каждый, очень много приходили, даже девочки-юристы, просто не выдерживают, хотя у них нету вот такого шквала людей, которые у нас постоянно. Телефон сейчас, у нас с вами карантин, пандемия, телефон не разрывается у диспетчера, он звонит каждые пять секунд. Люди дома, люди не поехали отдыхать, все увидели свои проблемы, нам нужно поменять батарею, стояки. Мы с момента того, как объявили пандемию, мы не прекращали работать ни на секунду, мы не закрывали двери, мы как работали, так и работаем. Мы максимально стараемся обрабатывать подъезды. Все еще просят, чтобы там обязательно пахло хлоркой. Все просят. Если не пахнет, значит, вы не обработали. Если почитать все рекомендации и купить дорогостоящее средство, оно не имеет запаха, оно не пахнет, но действительно обработка была. Что ж, о сложном мире ЖКХ мы говорили с представителями управляющей компании «Мегаполис», с учредителем Юлией Протасовой и заместителями директора Евгением Карачевым, Артемом Капитановым. Пусть все эмоции, может быть, останутся где-то здесь и в эфире, пусть будет конструктивный диалог, за который вы радуете и за умение просто разговаривать друг с другом. Спасибо за эфир. Спасибо вам. Всего доброго. Полезный город Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин